Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazin проведу видеообзор воблера от компании Косодака, модель Maru XL45F. Данный воблер имеет оригинальную форму. В центральной части данная приманка имеет небольшой горбик и дальше тело сужается. Данная форма была позаимствована от японской приманки Zenith ZS-45. Воблер довольно-таки неширокий. Детальная прорисовка всех деталей. Воблер оснащен довольно-таки длинной лопаткой. Лопатка неширокая, но и узкой ее назвать сложно. И на конце она закруглена. На лопатке находится скоба с заводным кольцом. За счет данного расположения лопатки воблер может заглубляться до полутора метров. Ну и даже там где-то на 10 сантиметров и больше паспортного заглубления. Кстати, воблер имеет длину 45 миллиметров, а вес 4,3 грамма. Воблер оснащен двумя тройниками. Тройники неплохого размера для данного воблера и довольно-таки острые. Данный воблер довольно-таки средний летит. Но за счет того, что он довольно-таки быстро заходит на свой рабочий горизонт, это ему прощается. Есть интересный момент, что при контакте с какой-то неровностью, будь то камень или, например, какая-то коряга толстая, воблер, ударяясь лопаткой, отскакивает. Но довольно-таки часто данный воблер и цепляется за различные коряги. Поэтому нужно смириться с тем, что когда вы ловите с берега, то что у вас приманки будут отрываться на зацепах. Ну, собственно говоря, поэтому данный воблер у меня присутствует где-то, наверное, в цветах 4-5. Кстати, о цветах. Воблер выпускается в более чем 10 расцветках. Есть как натуральные, так и кислотные. Причем мой любимый цвет Маттайгер выпускается как в лянцевом виде, так и матовом. Данный воблер отлично держит течение, поэтому может быть использован как на реках, так и на озерах. Воблер отлично ловит как в руках начинающего рыболова, так и отлично подойдет для опытных рыболовов. Был у меня случай, когда пошли на рыбалку с человеком, который не держал в руках спиннинг ни разу. Ну, и я дал ему данный воблер, и, соответственно, маленько помучившись забросами, человек поймал на данный воблер сначала одного окуня, потом второго, ну, а потом поймал свою первую щучку. Данный воблер ловит в основном окуни, ну, и щучки также готовы полакомиться данным воблером, поэтому чаще всего использую довольно-таки тонкий поводок и струны длиной 10-12 см. Главное, чтобы он был не толще 0,3 мм. Ну, и изредка использую флюорокарбон, когда знаю, что риск того, что щука клюнет на данный воблер, минимален. Данный воблер имеет в своем теле несколько шаров, поэтому он довольно-таки шумный. Основные проводки это равномерная и стоп-эн-гоу. Благодаря своей отличной игре высокочастотной на равномерной проводке, как я говорил, данный воблер отлично подойдет даже для новичка. Подведя итог, могу сказать, что Касадака Моро – это один из самых удачных воблеров в линейке воблеров компании Касадака. Очень мне данный воблер нравится при ловле окуня. Рекомендую. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.